Но нам пришлось отложить, хотя мы такую возможность обсуждали, начало строительства областной инфекционной больницы. Мы планировали, что этот объект будет на 250 коек, готовы его спроектировать в этом году и в принципе в 2021 году готовы начать строительством. Стоимость объекта пока примерная, у нас 2,5 миллиарда рублей и просьба помочь нам со финансированным из федерального бюджета. Владимир Владимирович, безусловно, весь комплекс мер, который необходим для выхода из сложившейся ситуации с коронавирусом, будем реализовывать. Спасибо. Александр Владимирович, Вы готовы проект сделать за свой счёт? Да, Владимир Владимирович, мы готовы в этом году проект выполнить самостоятельно. Сколько, по Вашему мнению, будет стоить всё строительство? Ну, мы пока исходим из того, что одно место в таких учреждениях стоит примерно 1 миллион рублей, поэтому 250 мест, ну, примерно стоимость 2,5 миллиарда рублей. Но проект... Сколько Вы готовы софинансировать? Ну, мы готовы до 30%, Владимир Владимирович. До 20%? Да. Проектировать будете сколько? Там у Вас только на проектные работы изыскательства уйдёт не меньше года. Владимир Владимирович, мы к середине будущего года, проект весь будет готов и, соответственно, со всеми необходимыми экспертизами. Ну, где-то около года уйдёт всё равно. Ну, да, на проектирование около года, да, с согласованиями, да. Ну, конечно, Александр Викторович, но что касается вообще возведения объектов подобного рода, здесь нужно, конечно, чтобы и Вы, и правительство, Минздрав подумали на тему о том, где и какие лечебные заведения такого профиля нужны. Может быть, они должны быть межрегиональными, ну, как-то должна быть выстроена их работа после того, как эпидемия пройдёт. То есть, ну, это отдельная тема. Что касается сегодняшней ситуации, то, конечно, год проектирования, ещё там строительство будет года два, как минимум, длится, а нам нужно это сейчас. Поэтому я Вам рекомендую всё-таки пойти по другому пути, а именно по пути возведения капитальных, но быстро строящихся объектов, быстро возводимых объектов. Сейчас такие типовые проекты есть в Минобороне, в МЧС, в Москве. Вот я готов переговорить с любым из руководителей названных мной структур. Вам рекомендую к ним обратиться, и в течение нескольких месяцев это может быть сделано и реализовано при поддержке Министерства здравоохранения. Подождите, тут прямо сейчас переговорим и с Министром обороны, и с Министерством обороны. Александр Ильич, но два месяца – это гораздо лучше, чем три года. И это наверняка будет дешевле, а гарантия здесь лет 50. Обратиться к Александру Викторовичу с чем? С тем, что сооружения медицинские подобного рода должны оптимальным образом располагаться в таком крупном населённом пункте, как Воронеж. И инфраструктура, с одной стороны, должна быть, с другой стороны, это не должно быть в центре города. А в-третьих, там нам нужно создавать жилищно-бытовые условия для тех людей, которые там будут работать на этих объектах. Но согласуйте это, пожалуйста, сейчас с Министерством здравоохранения и с Минобороны.